Здарова и здравия! Если вы любите бокс, это видео для вас. В этом ролике, он получится, наверное, немножко длинным, разберем перспективных боксеров, боксеров будущего и просто хороших бойцов, проспектов супертяжелого веса. Здесь не будет Энди Руиса, Джарелла Миллера, Хантера, тех бойцов, которые еще молодые, но которых уже все знают, которые уже чего-то достигли. Будем говорить о бойцах, которые дойдут до этого же уровня и, возможно, дойдут выше. Ну, не все, конечно, но будем надеяться, что большинство дойдет. Большинство дойдет точно. Но есть бойцы, которые могут не дойти, потому что у них страшный недостаток, который в супертяжелом весе сейчас очень жестко карается. Это недостаток в антропометрии. И вот есть пять боксеров, давайте сначала о них поговорим. Жанка Сабуцкий, Владислав Сиренко, Мурат Гассиев, Адам Ковнацкий и Фрэнк Санчес. У этих ребят недостаток в антропометрии. Они все ростом ниже метра девяносто пять. Вот Фрэнк Санчес из них самый крупный. У него рост метр девяносто три и размах рук метр девяносто восемь. Поэтому он все-таки, я думаю, пролезет. У него очень хорошая манера ведения боя. Он сближается. Он работает грязно. Он работает на ближней и средней дистанции. Взрывной агрессор. Всегда нацелен на нокаут. Он очень хорошо держит удар, у него подняты руки. Очень много работает в клинче. С ним очень сложно справиться. Он именно оказывает на соперника и прессинг, и давление. Они просто поддавливают. Поэтому это боксер будущего даже с этой антропометрией. А вот остальные четверо. Адам Ковнацкий. Адам Ковнацкий мне очень нравится как боксер. Очень функциональный. Очень хороший прессинг. Вообще не отпускает соперника от себя. Либо ты будешь с ним упираться и пропускать просто море ударов. Либо ты будешь стоять у канатов, потому что он тебя от них не выпустит. Будет бить и бить. Идти и идти. Но. Видите, антропометрия маленькая. Удар не очень нокаутирующий. Больше берет-то ножом. И у него не было блока. Вот то, о чем я всегда говорил. Работа первым номером с блоком. Нельзя идти на соперника вот так. Вот так. С ударом, если идешь на соперника, хотя бы голову опускай. Уклон энергии, это все понятно. Но должен быть блок. Потому что высокий соперник всегда нацелен на то, чтобы встретить справа низкого. И вот Кособуцкого в последнем бою высокий швед Роберт Хелениус встретил. И Кособуцкий упал. Понимаете? Всех остальных он разбивал. И там были соперники намного сильнее этого Хелениуса. Вот Крис Ореола. Чарльз Мартин. Это ребята, которые сильнее Хелениуса. И он их разбил вообще жесточайше. Без вариантов. Но видите что? Здесь вот получилась такая осечка. Поэтому исправит ее Кособуцкий. Ой, не Кособуцкий, а Ковнацкий Адам. Не исправит. Это сложный вопрос. Если исправит, конечно он будет и как руиз, и выше. Ну я имею ввиду по уровню своего положения в боксе. Ну а если не исправит, ну вот дойдет он допустим до Уайлдера или там до Джошуа. Ну где вероятность, что они его так не встретят? Если они будут его подпускать и стоять, он их разобьет. Не важно там какая у тебя тропометрия. С таким драться невозможно. Боец, который в супертяжелом весе может выбросить там 700-800 ударов за бой. Это просто не выиграть таких. Слишком тяжело. Ну касательно Мурата Гассиева. То же самое, понимаете. У него очень крепкая голова. Я не думаю, что его там кто-то нокаутирует жестко. Ну вот антропометрия. 1,92-1,93 размах рук. Нокаутер давит на соперника. Ну вот видите, нету давления именно жесткого. Нету прессинга. Просто поддавливает. Ручки в принципе подняты. То есть его 100% никто не нокаутирует. И крепкая голова, и поднятые руки. Но периодически удары через его блок проползают. Поэтому набивать надо почаще. И надо Мурату больше выбрасывать ударов, конечно. Потому что он нацелен всегда на удар. И это надо исправить в том плане, что это видно. Это вот последний его соперник. Этот. Сефери. Сефери или как его там звали. Это он не видит этих ударов. Супертяжи, которые выше, они будут видеть эти удары с дальней дистанции. Мурату нужно будет навязывать им ближнюю дистанцию. Вот то, что делает Кавнацкий. Мурату надо делать то же самое, только с поднятыми руками. И работать ногами, давить. Не выпускать от канатов, чтобы от него не бегали. Если с ним драться стоять, вот как Чесора хочет вот так драться. Мурат победит такого боксера. Но если с ним не драться, если от него пытаться, вот знаете, переиграть, встретить, обмануть, вязать. С такими он может и не справиться. Поэтому есть куда прибавлять. Но вот эта антропометрия, это его будет вечная-вечная калька. Но ему 27 лет. Будет он прогрессировать, не будет. Если спрогрессировать, ну конечно. Просто по принципу, знаете, Шона Портера может боксировать. Потому что Шон Портер крайне маленький для своего веса. И посмотрите, как людей разбивает. Гассиев точно так же может. У него все для этого есть абсолютно. Ну и еще два бойца. Они прям вот, на мой взгляд, идентичны. Это Владислав Сиренко и Жан Косабуцкий. 14 боев, 14 побед, 13 нокаутов у обоих. У обоих антропометрия 1,90. Сиренко чуть повыше, 1,92. И Сиренко моложе, очень молодой, 25 лет. К Сабуцкому 32. Ну для супертяжа 32 это хороший возраст. У обоих была слабая позиция. Оба ее, в принципе, проходили нокаутами. И оба плохо показали себя в последнем бою, хоть и выиграли. Работают на ближней дистанции, работают на средней дистанции, работают на нокаут. Агрессоры. Руки, в принципе, подняты, но это еще не блок. Поэтому у них у всех вполне может получиться то же, что получилось у Ковнацкого. То есть вот эти четверо, Гасиев, Ковнацкий, Сиренко и Касабуцкий, это бойцы, у которых не хватает блока. Это бойцы, у которых не хватает антропометрии. И эти бойцы из-за этого могут не дойти, скажем так, до бокса будущего. Если они будут выступать вот в этой весовой категории 102 килограмма, которую нового создают, тогда, конечно, да. Там эти парни будут боксеры будущего однозначно. Касательно Фрэнка Санчеса, я не думаю, что ему надо переходить в эту новую весовую категорию. И он вполне, этот кубинец, вполне может и так раскидать там в супертяжелом весе чуть ли не половину дивизиона. Потому что то, как он боксирует, просто посмотрите, это машина смерти. Вообще шансы не оставляет ни в одном раунде своему сопернику. Ну, теперь давайте будем говорить уже о полноценных боксерах будущего, которые, ну, без вариантов будут в топ-5 чемпионами, которые будут показывать интересный бокс. Ну, вот самый неинтересный из этих бойцов, на мой взгляд, это Афи Аджагба. Ему 26 лет, метр 98, антропометрия большая, размах рук 2 метра 16 сантиметров, как у Тайсона Фьюри. И вот это его беда. Это его беда. Он так привык работать на дистанции, причем не сильными ударами. Вот у него был бой с турком, как же его там звали. Ну, не битый у него был соперник из Турции, проспект тоже. И Аджагба с ним показал бокс на джебе. Джеб, 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 где-то правый опять джеб, джеб, джеб. И спать хочется под этот бой, понимаете. Он не показывает агрессию, он перестал показывать давление. Даже поддавливаем, в принципе, работать вторым номером начал. Он не пользуется своей мощью и антропометрией. Он тупит, он повторяется. Вот его размеры, понимаете, его, в принципе, выносливость, очень сильная выносливость. Они могут из него сделать боксера будущего высочайшего класса. Но если вот он продолжит совершенствовать дистанционный бокс, уходить от ближней дистанции, все равно его выиграют. Все равно вот, как бы это сказать, ну вот как Кличко, понимаете. Он доигрался в свое время, вот с этой дистанцией. Хоть у него и был нокаутирующий очень жесткий удар. Так и от джеб доиграется, здесь без вариантов. Но если все-таки будет исправлять, хотя бы среднюю дистанцию подтянет, будет хотя бы давить, дистанционно давить. Это тоже очень хорошее оружие. Тогда это будет боксер будущего 100%. А пока вот есть косяки. Следующий боец Филипп Харгович. 28 лет, тоже 1,98 метра, почти 2 метра рост. В принципе, очень даже бьющий. 12 боев, 12 побед, 10 нокаутов. Последние бои выигрывает нокаутами все быстрее и быстрее. Именно вот у него есть то, чего нету от джагбы. Дистанционное давление. Боксирует с соперником на дистанции, но соперник при этом все время у канатов стоит. Все время обтирает спиной канаты. Он ему не навязывает ближнюю дистанцию, среднюю, Харгович, своему сопернику. Но он, работая на дистанции, все время его давит. Все время его держит в напряжении, все время заставляет делать лишнюю работу на ногах. Это очень сильное оружие. Не сказать, что функционально, но заряжен на удар и хочет всегда нокаутировать. Может отработать комбинациями. Руки подняты, но подняты в каком плане? Вот так вот подняты. Понимаете? То есть его можно встречать. Вот такие бойцы, как Саша Поветкин, могут ему накидать. Будет он это исправлять? Не будет. Крепкая у него голова, не крепкая. Это, пожалуй, единственный к нему вопрос. Боксировать так все 12 раундов он может. Он от этого не устанет, он не замучается. Гонять соперника все 12 раундов он может. Попасть нокаутировать запросто может. Пользоваться своей антропометрией. В принципе, пользуется. Поэтому боксер, ну, имеет очень большие шансы быть боксером будущего. Ну вот, следующая пятерка, это, конечно, бойцы уже очень серьезные, уже очень высокого уровня, которые даже сейчас их поставят с любым топом супертяжелого веса. Вот там Поветкин, Хантер, Руис, Ортис. Они запросто могут их выиграть всех. Вот первый боец, это наш боец Аптидавдаев. Метр 96 рост, 2 метра размах рук, 31 год. Для супертяжеловеса молодой. 21 бой, 20 побед, 19 нокаутов, 1 ничья. Причем ничья там была очень сомнительная. Но, что касается самого Аптидавдаева, то же самое, что Харгоевич. Дистанционное давление работает на дальней дистанции, нацелен на удар, забить соперника. Идет на соперника с дистанционными вот этими ударами джеб, правый, прямой. Именно силовой у него джеб, он давит, соперник все время у канатов. И Давдаев вообще не думает ни о чем, кроме нокаута. Вот по его ударам видно, если он не попал, куда целился, даже он попал по сопернику. Да, ему посчитают это как силовой удар. Он вообще на это не чувствует, что, о, я молодец, я попал. Нет, ему цель именно на кауте. От него, если соперник на своих двух уходит, он недоволен своим боем. Он недоволен такой победой. Антропометрия прекрасная, голова крепкая, руки подняты. И не вот так вот они болтаются, как у Харгоевича. Он, в принципе, может их и поплотнее поднять. То есть прогресс есть. И есть прогресс, самое главное, в оппозиции. У него следующий соперник должен был быть, после того, как он победил Нигерийского проспекта, или Ганнского проспекта, у которого не было поражений, нокаутировал за два раунда, у него должен был быть Лукас Браун. Лукас Браун это уже известный боец, пусть он уже и старый, но победить его это уже было бы достижение. После этого можно выходить уже и на Ортисов, и на Уайтов, Поветкиных, вот эту всю когорту. И Аптидафтаев вполне может их побить, потому что он тоже функционален, тоже не сдувается по ходу боя соперника, давит, целится. Попадая в челюсть, сразу соперник... Ну, это супертяжелый вес, там, если вы пропускаете право прямой в челюсть, там, я не знаю, как встать. Сам вообще удары не чувствует, то есть, если его бить, ему пофигу. На касательно работы в клинче, здесь вот есть к нему вопрос, и здесь ему надо прибавлять, потому что, когда соперник его клинчует, он больше ждет, пока отпустят, нежели работает в клинче. Следующий боец это Бахадир Жалолов. Бахадир Жалолов это боец, который может работать дистанционно, может работать... Ну, я имею в виду первым номером дистанционно давить, может работать дистанционно вторым номером. Но! Он, если попал, он добивать будет очень функционально. Он может, даже не попав, выбросить по 5-6 силовых ударов, именно с дистанции жестких. Хоть один попадет, вы ляжете. Левша, то есть неудобный соперник, 26 лет, крайне молодой. 2 метра 1 сантиметр рост. Прекрасная антропометрия для этого веса. Нокаутер, 6 боев, 6 побед, 6 нокаутов. Всех нокаутирует быстро, голова крепкая. Руки, в принципе, подняты. Блок держит, то есть умеет работать вторым номером с блока. Может соперника на себя вытянуть, дать ему вымахаться, дать ему поработать, а сам поднимет блок, то есть он себя полностью обезопасит. Это так сопернику. И потом ответит ему, ответит жестко. Работа на ближней и средней дистанции – это то, что ему нужно прибавлять. Но с такой антропометрией, конечно, дистанционного давления и работы вторым номером с блоком ему будет хватать. Но если попадутся, вот знаете, чего я боюсь, что может попасться вот такой Энди Руиз. Он его зажмет и не будет выпускать. Или там Джарл Миллер, вот такие с прессингом бойцы. Вот такие, как Кавнацкий, только с крепкой головой, с блоком. Тогда может получиться, что не будет дальней дистанции весь поединок у Жалолова. И отсутствие работы на ближней дистанции, именно явная работа на ближней дистанции, она может сыграть злую шутку. У Жалолова все, что нужно – это клинч, в котором он будет работать, как у Фрэнка Санчеса. И все. И парня вообще хрен кто выиграет. Потому что он очень функционален именно в силовой работе. очень точный. То есть он использует левую руку не для того, чтобы тратить силы, хернёй вот эта точка набирательной заниматься. Он использует левую руку, чтобы прицелиться и попасть. Как это делал Кличко. Очень хороший навык. Следующий боец – Тони Йока. 28 лет. 2 метра 1 сантиметр. 2 метра 8 сантиметров размах рук. Очень хорошая антропометрия. Отличный возраст. 8 боёв, 8 побед, 7 нокаутов. И что сказать об этом бойце? Боец очень умный, боец очень грамотный, боец очень обученный. И боец, как вам сказать, может работать первым номером, может работать вторым номером. У него нет жёсткого прессинга, у него нет давления, у него даже нет особого какого-то поддавливания. Он работает с вами в центре ринга, в принципе. Себя давить особо не позволяет. У него поднятые руки. Он работает из положения поднятых рук. Я не знаю, перерастёт ли всё это в работу первым номером с блоком. Если перерастёт, конечно, будет машина. Боец выносливый, боец очень точный То есть он один раз попадает Он работает с вами, знаете, так вот Никакой, прям какой-то жесткой агрессии нету По себе работать не позволяет Ноги есть, уклоны нырки есть Защита подставками есть Хоп, попадает соперник Причем даже не видно, где он нашел брешь Как он попал То есть боец умный, боец находит брешь Боец заставляет соперника упасть Касательно, если бой затягивается Он начинает прибавлять Он начинает темп наращивать И сопернику не оставляет шансов Следующий его соперник Это будет Кристиан Хаммер Бой уже скоро, будем давать на него прогноз Кристиан Хаммер это уже боксер Который, ну знаете, за 10 лет Провел кучу боев И проиграл только Фьюри По Веткину и Ортису И всем проиграл по очкам То есть это уже оппозиция, это уже проверка Если Тони Йока его удосрочит Это будет очень серьезный разговор А так, ну, я вижу все перспективы Чтоб это был боксер будущего Очень сложно будет его выиграть Даже топом, даже сейчас При этой антропометрии Боксер, работающий с поднятыми руками Вот знаете, как Отто Вален Нахлобучил Тайсону Фьюри Задницу его Так и Тони Йока запросто может это сделать Если особенно учтет ошибки Отто Валена Он даже выиграть может Тайсону Фьюри Потому что у него для этого абсолютно все есть Что нужно в боксе, кроме давления Если он еще будет давить Я не знаю, как его выигрывать Следующий боец Дэниэль Дюбуа Дэниэль Дюбуа, я думаю, все знаете 23 года, младенец просто Просто младенец супертяжелого веса 1,96 рост 1,98 размах рук Не самая крупная антропометрия Но для супертяжелого веса хорошая 15 боев 15 побед 14 нокаутов Очень мощный, здоровый Такой кабан Динамит его называют Трипл Ди Что сказать о бойце Работает на дальней дистанции В давлении Вы не будете его давить Это он будет вас давить Это вы будете оказываться У канатов, а не он Может поработать в клинче Может зарубиться на средней дистанции Выбросить много ударов В принципе, руки подняты Если соперник с ним упирается Дюбуа может отойти Пробить там двоечку, троечку И снова к нему подойти То есть он не позволяет себя гонять вообще Боец молодой, боец функциональный Мне кажется, боец там на химии На какой-то сидит, на допингах Надежда британского бокса Людей нокаутирует достаточно быстро В ринге агрессор Техника нанесения ударов И на дистанции, и на средней дистанции И на ближней дистанции У него правильная У него хороший тренерский штаб Именно в плане Он не размашистый Он не бьет вот в пустые зоны Он не работает тоннажом Он работает именно Попал, причинил вред Попал, убил Попал, убил Попал, повредил То есть Это не тот боец, который там 10 ударов нанесет 8 в блок, 2 точно 1 мимо Не будет такого Касательно Как его победить Чтобы его победить Нужно его заставить все-таки двигаться назад Пока вы от него двигаетесь сами назад Он все равно найдет Он все равно поймает Он все равно попадет Потому что в супертяжелом весе Работа вторым номером выматывает Дюбуа бьет много Дюбуа точный Я не скажу, что он очень функциональный Но у него очень точная и правая, и левая рука Он все равно заставит вас оказаться в таком функционально-физическом положении Когда в вас можно попасть Когда реакция ослабла Когда ноги уже не те И когда он попадет, сразу упадете Вот он это с гарманом продемонстрировал Гарман там, когда боксировал с ним Первый, второй, третий раунд Вязал Встречал Уклонялся Не давал по себе попадать Убегал Все нормально Четвертый раунд Пятый Уже подустал Потому что много бегать не по рингу придется делать Дюбуа Удары пропускает Тоножок набивается Хоп Лежать И так Дюбуа в принципе выигрывает всех Если ему попадается в ринге агрессор мощный Он его перебивает То есть Что сказать о Дэниэле Дюбуа Это не Энтони Джошуа Многие говорят это новый Энтони Джошуа Нет Энтони Джошуа это слащавый Такой знаете Боец, которому нужны жирные мешки Которых бить легко Это боец, который не любит агрессоров Это боец, который не любит тяжелый функциональный бокс Это боец, который Знаете, не будет вот знаете Как два барана упрутся И кто кого перетолкает Это боец, который будет убегать Закрываться Спасаться в клинче Что-то там на джебе пытаться выиграть Вот с Руисом это было Дюбуа не такой Дюбуа будет Именно как мужик боксировать Ну и еще один боец Ну это однозначно боксер будущего Это Асламбек Махмудов Наш боец 31 год Метр 97 рост Тоже антропометрия Не сказать, что самая большая Но он чуть-чуть выше Дюбуа На сантиметрик Поэтому Если у Дюбуа все получается У Махмудова тоже будет все получаться 11 боев 11 побед 11 нокаутов Почти все в первом раунде Машина Просто боксер-машина Бьет нереально сильно И левой, и правой рукой Работать старается На дальней дистанции В давлении Навязать среднюю Ближнюю дистанцию Разбить там Если его вяжет Изучает драку в клинче Но он пока его только изучает Боец сам по себе Очень страшный То есть Когда на вас такая горилла идет Вот просто Ну И когда вы знаете Как он сильно бьет Когда вы сами чувствуете Этот удар Ну я не знаю Как бойцы это выдерживают Как бойцы с ним в ринг выходят Также он работает По Скажем так Можно сравнить его с Жалоловым Если попал справа жестко Может раз Два Три Четыре Пять То есть очень функционально Взорваться силовыми ударами С правой руки Сам понимает Что ему нужно работать На ближней дистанции Сам об этом постоянно говорит Что он ее изучает Тренер у него хороший Это тренер Артура Бетербиева Они вместе занимаются Артур Бетербиев Мастер ближней дистанции Поэтому Асланбек Махмудов Я уверен Ее подтянет Когда ему попадется Высокий боксер А не низкий Он будет с ним работать На ближней дистанции Я в этом уверен И там он его разобьет Я Считаю Асланбека Махмудова Сейчас самым сильным Проспектом Супертяжелого веса Ни Дюбуа Ни Жалолов Ни Аджакба Ни эти ребята А именно Асланбек Махмудов Сейчас самый опасный боксер В супертяжелом весе Именно из молодых проспектов Которые тянутся Ему сейчас срочно Пока он еще 31-летний А не 35-летний Ему нужны хорошие имена Сильная оппозиция И Уайлдер И Фьюри И Джошуа Они все Я уверен С ним бы обосрались Может они бы его и выиграли Но это была бы такая победа Над которой смеяться хочется Руки в принципе подняты Но он их и опускает В то же время Если пропускает удар Он даже ничего не чувствует Ну хотя его и не бил никто Из тех кто может его вырубить Надо посмотреть Дюбу Против Махмудова Вот этот бы бой Я думаю Выявил бы лучшего проспекта Однозначно уже для всех Также есть в этом весе Сейчас Александр Усик Ну вот Мое Ну такое знаете Простое понятное мнение После боя с Более низким чем Усик Чисорой Такого ужасного боя Не выиграть Усику Двухметровых боксеров Не выиграть Вот Ни Аптидафтаева Ни Бахадира Жалолова Ни Тони Йоку Ни Дюбу Ни Махмудова Эти все ребята Его нокаутируют Потому что во-первых Они моложе Функциональнее Бьют жестче Бьют точнее И по ним трудно будет Усику попадать Касательно чемпионов Ну Тайсон Фьюри Конечно да Тайсон Фьюри Это такая хрень Которую Чтобы выиграть Нужен еще определенный Элемент удачи Если вы не будете по нему Попадать Он как-то бошку свою Так прячет То он нагнется Ниже пояса головой И по нему не попадают То он как-то отклоняется Чуть ли не выпадает Из ринга И по нему не попадают Корпус ему не отбить Руки у него просто кегли 2 метра 13 сантиметров Выставляет Подойди к нему Сам высоченный 2 метра 7 сантиметров Но Понимаете У нас Коля Валоев был такой же Да Он менее техничный Менее верткий Но он еще больше был Его все равно били Находили к нему ключи Все равно его били И к Тайсену Фьюри Можно найти ключи Особенно таким крупным Нокаутером Вот как Махмудов Дюбуа Давтаев Жалолов Эти ребята Могут его побить Ну вот такой мой взгляд На будущее Супертяжелого веса Здесь боксеров Очень много Боксеров будущего Много Они все Я надеюсь Будут прогрессировать Многие Откровенно прогрессируют Ну будем следить за Королевским дивизионом Бокс меняется Здесь он меняется Явнее всего Здесь уже Очевидно Что вот эта Кличковская эра Закончилась Больше вот такого Говна мы с вами Смотреть не будем Будем смотреть уже Бокс От которого хочется Вот аплодировать Ну Мы должны быть готовы К этому боксу Правильно я говорю Продолжение следует